Всем большой привет! Пришел мне заказ с сайта Joy by Joy. Делал я его месяц назад, уже даже забыла, что заказывала. И заказ у меня обошелся в 4,5 тысячи рублей. Давайте, наверное, начнем. Покажу сразу, в какой коробке все это пришло. Такая большая коробочка, внутри были навалены вот такие штучки. Кошка моя от них в восторге. Это просто заполнили все свободное пространство. Доставка была курьером на дом, бесплатная. Теперь давайте по продуктам. Вообще весь этот заказ делался из-за марки Batavikas. Впервые с ней я познакомилась, по-моему, через золотое яблоко. Мне в коробочке попадалась вот такая увлажняющая сыворотка. Она типа для сухой и обезвоженной кожи. Пользовалась я ей прошлый летом. А прошлым летом, ну вообще летом, у меня кожа комбинированная склонная к жирности, не сухая. И при этом моя кожа была в отличном состоянии. Она хорошо увлажняет, она не забивает поры. Имеет не очень приятный аромат. Тут у нас вербена и эвкалипт. Вообще марка Batavikas, вот она, например, у меня попалась в коробочке золотого яблока. Но при этом я заходила в сам магазин, этой марки у них не представлено. Это вообще странно. Зачем раздавать продукты, которые у вас не представлены в ассортименте? Это очень странно. Пипеточный такой флакончик. Мне он не очень нравится. Такая сыворотка белого цвета. Я ее, опять-таки, оставляю на лето, поэтому не открываю. Классная сыворотка. Советы, если где увидите. И, наверное, буду сразу говорить вам цены. Обошлась она мне в 209 рублей. Я считаю, что это очень бюджетно. И вообще на сайте Joy by Joy огромный ассортимент в этой марке, поэтому я разошлась не на шутку. Я купила еще балансирующую сыворотку для жирной и проблемной кожи. И взяла стимулирующую сыворотку, мгновенный эффект для нормальной и зрелой кожи. Вот это у меня пойдет маме. А вот это я, опять-таки, оставляю на лето и буду их чередовать. Точно такой же пипеточный флакон. Не особо мне это нравится, если честно. Я люблю больше дозаторы, но что поделаешь. Опять-таки, все эти сыворотки были по 209 рублей. Я считаю, что это бюджетно, потому что здесь объем 30 мл. Составы, если кому-то интересно, можете остановить и почитать. Это у нас для зрелой кожи. Составы у них просто замечательные. Это у нас для жирной и проблемной. И для сухой и обезвоженной. Ну давай, что уж ты жадничаешь. Не хочет он вам фокусировать. Вот так вот. Ну, в принципе, много чего они обещают. Звучание, ароматы даже расписано. Классная марка. Она считается натуральной. Насколько я поняла. Ну, судя и по составу, вообще все замечательно. Также взяла на лето еще очищающий гель Ботавикос для жирной и проблемной кожи. Они вот из этой линейки вместе. Мятый кардамон у них именно для жирной. Здесь я вижу, что прям такое жиденькое, типа маслица. Опять-таки, состав у него отличный. И здесь, например, сейчас вместе с вами буду читать. Вот, у нас идет вода, потом масло какое-то. То есть нет лауреусульфата прям на первых местах. А его, в принципе... А представляете, здесь вообще нет лауреусульфата. Какие-то масла, 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 масла. Вообще, в принципе, классно. И еще экстрактов много. Жалко, что залепили они вот этот состав. Коробочки не было у этого геля. Но зато они дозатор вот так сделали, чтобы ничего не нажалось, не пролилось. В принципе, довольно. И взяла еще я вот такой набор для ароматерапии. Он состоит из четырех продуктов. Первый продукт это гель для душа натуральный, шампунь и бальзам. А это у нас... Я так поняла, написано бальзам, копайский бальзам, снятие раздражения, успокаивание кожи. Просто как маслица, нужно наносить после душа. У меня был шампунь и бальзам. Опять-таки, по-моему, из той же коробочки золотого яблока. Это просто потрясающий восточный аромат. Довольно-таки тяжелый. Но он просто распространяется везде. Я брала его с собой в зал, и ко мне залетает подруга, и такая, чем пахнет тут на весь этаж. Очень крутые ароматы. Мне вообще, в принципе, восточные ароматы нравятся, но не такие прям пряные, от которых глаза режут, а просто такие тяжелые, немного сладковатые. Здесь сладостей нет, но при этом все равно очень-очень приятные. Скорее всего, подарю ей, потому что она была в таком восторге, а я уже этими продуктами пользуюсь. Скорее всего, буду делать заказ снова. Мне, конечно, не понравилось, что мне два раза звонила девушка и говорила, нет того-того, того-того. И еще доставка месяц. Притом, ну, как бы с Питера в Казань везти месяц, это, ну, такое себе. Поэтому, ну, не очень я довольна, но зато можно оплачивать заказ сразу курьеру, а не заранее. То есть, например, на Beauty Home только заранее можно оплачивать. А здесь вы только курьеру платите. Поэтому я считаю, что неплохой сервис все-таки. Открытку мне положили и пробник в подарок. Ну, как бы мелочи, а приятно. С другой стороны, например, на Beauty Home вы на полторы заказываете, вам уже, грубо говоря, либо какие-то тенюшки ложат, либо еще тестеры какие-то дадут, миниатюры. И как бы, ну, на 4,5 тысячи можно было еще парочку закинуть, я считаю. Все-таки конкуренция большая в наше время по магазинам. Но, кстати, на Joy by Joy огромный ассортимент. Там даже Анастасия Беверли Хиллс продается. Это прям вообще очень круто. Недавно прошла серия видео на Ютубе с маркой Лила. Насколько я поняла, это Белорус. Я даже не посмотрела. Да, это белорусская косметика какая-то новая. Когда хвалили вот этот бибик, говорили, ну, сразу сказали, что он толком ничего не скрывает, но при этом отлично увлажняет, хорошо смотрится на коже, бла-бла-бла. Я могу сказать, что у меня дозатор сломан, я им толком не могла попользоваться. Я вот, что здесь вот выдавливается. Вчера я просто не смогла накраситься, потому что, ну, я не смогла выдавить нужного количества. И он не для белоснежек, он прям очень-очень желтенький. Не знаю, видно, нет, но явно даже не на слоновую кость, прям такой приличный желтый цвет дает. А так, в принципе, бибик действительно увлажняет, при этом не смотрится жирненьким. Но я не знаю, что с ним делать. Если знаете, как починить дозатор, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно. И взяла я консилер. А, кстати, да, здесь у меня оттенок ivory или light. Вот он, самый светленький, первенький. Ну, вообще фокусироваться не хочет. Вот, да, кстати, масса 25 грамм. И консилер 51, это вряд ли оттенок. А нет, 51 тонн, действительно. Здесь у нас, так, сколько грамм? Сколько, сколько грамм? Даже граммовка не написана. Но, скорее всего, она была где-то на упаковке. Или нет? Он, кстати, был без слюды оттенок ivory. А не написана даже граммовка у этого консилера. Не могу посмотреть. Консилер мне, в принципе, понравился. Очень он напоминает консилеры от Artvisage. Которые, не помню, как уже называются. Но я их показывала вам уже и в покупках показываю, и в своем видео о консилерах. Очень похож. Если вам консилер от Artvisage сушит кожу под глазами, этот вам точно так же будет сушить кожу под глазами. Оттенок действительно очень светлый. Для белоснежек будет хорош. Но, кстати, воспаление он не скрывает. Воспаление мне все-таки приходится перекрывать консилером от Catrice. Так, дальше. Были там скидки на кисти от Bronze Colors. Взяла я растушевочную и взяла я... Так, кисть... А где она? Вот, для тенюшек. Да, кстати, забыла я вам говорить цены. Так, так, так. Так, BB-крем Lila обошелся мне в 309 рублей. Консилер Lila мне обошелся в 209 рублей. Набор для ароматерапии 275 рублей. 4 миниатюрки по 50 мл. Гель очищающий Ботавикас. Где он? 160 рублей, представляете? Это бюджетненько прям. Вот. Взяла две кисти. Одну растушевочную для теней, другую для скульптора. Где они у меня? Кисть для растушевки 160, а для контурирования 200. Вот это для растушевки вообще своих денег не стоит. Это какой-то обгрызок, у которого еще вот здесь вот все облуплено. Я не понимаю, как можно такое вообще продавать. Цвет, конечно, ручки красивый. Здесь выбитых логотип. Не понравилось, не советую. Ссылки на продукты я, как всегда, оставлю вам внизу. А вот это для контурирования мне понравилось. Она очень мягенькая, но, если честно, такие на Алиэкспресс можно рублей за 60 найти. Она набита очень-очень слабо. Я использую такие не для скульптора, а для типа пудры в шариках. Либо же могу использовать для румян, но не для скульптора. Это прям 100%. Но вот это еще я довольна. А вот это просто какой-то огрызок есть. Честно, не очень. Заказала я мужу вот такую эмульсию от The Skin House. Нравится мне эта марка, в принципе. У меня тоже были продукты от них. Недавно, по-моему, в пустых банках или в Project Pen я вам алоэ гель показывала от них. Здесь все запаковано. Есть такая крышечка. Стоил он, по-моему, дороже всего. По 889 рублей. И это, по-моему, на скидках. Но очень тяжелый, очень презентабельный флакон. Это я не на 23-е, ничего. Это просто я взяла мужа, потому что у него жирная обезвоженная кожа с воспалениями. И я решила, что все-таки надо ему что-нибудь приобрести. И мужчинам же принципиально, чтобы было написано For Man. Он же не будет моими какими-то эмульсиями пользоваться. Ему обязательно нужно вот такое вот. Если кому-то интересно здесь у нас, что обещают. Это типа и тоник, и сыворотка, и лосьон после бритья. Там контролирует выработку кожного сала, бла-бла-бла. Ну, как всегда, сделано в Корее. Ну, в принципе, классная штука, мне не жалко. Эмульсия такая прям дорогая, если честно, очень дорого выглядит. И за 900 рублей я считаю, что это хорошо. Не посмотрела я единственное здесь. 130 мл. Классная штука. Если у вас мужчины тоже как бы не очень согласны ухаживать за своей кожей ежедневно, прикупите, возможно, им тоже понравится. Потому что выглядит реально очень круто и не по-бабски. Как мне сказали. Ну, да ладно. Дальше. Взяла я BB-крем. Вот от такой марки. Я впервые про неё... Ну, впервые я вообще её увидела именно на этом сайте. Я вот только не поняла, это Корея? Да, это всё-таки корейская. Здесь 50 грамм и 50 мл объёма. Стоил, стоил, стоил этот BB-крем 699 рублей. Я считаю, что это просто замечательная цена. На лето я его оставляю, потому что SPF 50. Господи, это же вообще обалденно. Очень красиво выглядит всё. Есть дозатор. Ну, напоминает мне BB-код Миша их, легендарный который. В принципе, всё классно. Не открываю, потому что здесь после открытия, по-моему, 12 месяцев. А как бы зачем? У меня сейчас много всего открытого. Классный BB-к. По крайней мере, внешний. Я читала на него отзывы. Отзывы на него тоже хорош. Только классический BB-крем. Он был в единственном оттенке. Так, взяла я две туши от Luxe Visage. Обошлись они мне. 109 рублей, представляете? Панорамный объём и эффект умножения и удлинения. Эти туши для меня один в один кабаре. Просто. Единственное, у нас в Улыбке Радуги они уже стоят по 250, по 240, что ли. Я в последний раз смотрю. Раньше я их тоже по 100 рублей всегда покупала. Там они стоили 170, и у них была акция 2 по 1. Я помню, там, в год я по 4 штуки покупала. Они для меня не имеют вообще разницы никакой. И очень похожи на кабаре. Советую. Прям вот ссылки 100% оставлю внизу. Очень крутые туши. Тем более за 109. Я что-то думала, что я их брала где-то за 180. Но 180 для них уже хорошая цена. А за 109 это просто... Надо было затариться. Я просто заказ делала как-то, не особо ничего не ожидая. Такая, ну ладно, придет, придет. Нет, нет. И, представляете, все пришло. И помадки остались. Там представлена марка Golden Rose. У нас ее в Казани я нигде не видела. Ну, по переходам я, конечно, не ходила. Были у них карандаши. Карандаши. 1.72 рубля. 503. Вот этот 72 рубля. Вот этот 84 рубля. Который... Вот этот пришел. Он сиреневый выглядел на картинке. А пришел мне розовенький. Я его даже не открываю. А вот 510 это прям такой крутой лиловый оттенок. Это моя тема. Он какой-то лилово-коричневый что ли. И за 84 рубля. Кстати, качество один в один, как у карандашей Catrice. То есть есть у них гелевые карандаши. И еще похожи на карандаши от Maybelline. Тоже у них есть такие гелевые. Но другие я не пользовала. Поэтому не могу больше ни с чем сравнить. Круче, чем карандаши от Vivienne Sabo. Мои любименькие. Потому что имеют более гелевую текстуру. И скорее всего более стойкую. Еще не носила. Так. И тоже от Golden Rose. Я взяла их матовые помады. Их очень сильно все хвалили. Я смотрела с Watch. Вот эта конкретно была на скидках. Сейчас скажу, сколько стоило. 181 рубль. Обычно их цена где-то 300, по-моему. 310 ли. Взяла я оттенок 12. Я думала, что... Должен был мне прийти красно-коричневый оттенок. Приходит, а я вижу там блестки. Я такая, ну все, расстроилась вся. И решила я его все-таки нанести на губы. Выгулить сразу же. И знаете, в упаковке кажется, что есть блестки. Но на самом деле блесток нет. Это очень крутой оттенок. Только он, знаете, коричневого здесь нет. Это бордовый, красивый, очень яркий оттенок. Очень смелый. Я вот вчера, если честно, кроме своих губ на лице ничего не видела. Очень сильно притягивает взгляд. Помада действительно комфортная. Она не сушит губы. Перекус она у меня не пережила. Я вчера ела, по-моему, курицу и тушеную капусту. И вот все просто. У меня только контур остался. Но при этом сама помада классная. Чай она мне дала попить. То есть на кружке не отпечаталась. А именно когда есть начала, она ушла. Считаю, что за 180 рублей очень крутой. И есть там один трупный оттенок. Я его очень хочу. Поэтому обязательно буду делать еще заказ. Но заказ я, допустим, если делаю через неделю. Он мне придет еще через месяц. И как бы не скоро я вам обзор еще один сниму. Но помады классные. Если где увидите, если у вас представлена марка Golden Rose, я вам прямо ее советую. И взяла я две помады от Luxe Visage. Это Pin Up, которая линейка с именами. Николь и Alex. Сейчас скажу цену. Они стоили что-то вообще копейки. По 89 рублей. Но они, кстати, и у нас сейчас в Улыбке Радуги, по-моему, за 110-120. Их распродают. Видимо, все-таки эту серию убирают. Один из них. Вот этот вот розовый. Я его даже не открываю. Просто видно, что он очень розовый. Я его, вот эту пару, я отдам, скорее всего, маме. Она любит яркие помады. У меня кошка уже везде отличилась. А вот этот вот трупничок, это прям мое. Это серо-лиловый оттенок. Немного в беж отдаёт. Я им ещё не пользовалась, но вам сделаю свотч. Да. Это прям мое, моя прелесть. Очень похож на Avon в Ритме Улиц. Помадка у них есть. Но это более бежевая. Та идёт прям в холодный такой лиловый. Этот же больше в беж. Классная помада, тем более за 89 рублей. Вот. Всё. Вроде весь мой заказ. Спасибо вам большое за просмотр. Ссылки на продукты обязательно я оставлю вам внизу. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»